Давайте начнем. На самом деле вы пришли на сессию о каждом из вас. Она посвящена самому важному человеку, потребителю финансовых услуг. И сегодня наши спикеры расскажут вам, как привлечь потребителей нового поколения и как они в связи с этим меняют свои бизнес-модели. Вы узнаете, как привлечь и удержать этого потребителя. Вообще на самом деле есть мнение о том, что газеты никто не читает. Но на днях один из участников Финополис рассказал мне, что после моей статьи в ведомостях о его проекте, его проект сорвался. Я Ань Еремина, я пишу в ведомостях о банках, о финтехе, о платежах. И поэтому сегодня я буду вести эту дискуссию. И с удовольствием представлю наших спикеров. Это яркие представители довольно разных компаний, как финансового, так и не финансового сектора. Итак, сегодня у нас в студии Артем Яманов, старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка. Добрый день. Майкл Тач, член правления, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка. Hello. Анна Кузнецова, член правления Московской биржи. Анна курирует также проект создания финансового маркетплейса. Юрий Иванов, директор по финансовым технологиям и платежным сервисам ВКонтакте. У нас в секции выступает еще одна Анна. Это британский финтекс-стартап. Его представляется основатель и исполнительный директор Анна Вячеслав Акулов. Привет. Давайте начнем с крупнейшего банка, с крупнейшего частного банка, простите, нашей страны. Майкл, скажите, какая сейчас доля ваших доходов приходится на поколения Y и Z, и как их запросы меняют философию оказания финансовых услуг? Окей. Ну, на самом деле, аудитория Y и Z для нас уже имеет такое достаточно большое влияние и в рамках количества клиентов, и в рамках прибыли. Где-то половина прибыли у нас приходится на это поколение. И с этим поколением надо все-таки работать чуть по-другому, чем ранее. И наша философия, конечно, с этим меняется. Наверное, все-таки, если подумать, вообще, хотят ли люди ходить в банк, я не уверен про это. Люди хотят просто жить. И жить лучше, жить удобнее. Поэтому наша философия и в целом, я считаю, для банков, она должна быть все про удобство, про скорость и про, наверное, такое качество. И вот качество, особенно для этой аудитории, для Y и Z, эта аудитория готова делать много чего самостоятельно. Они хотят экономить время. И поэтому хотят такой бесшовный опыт. И нам, как банкам, необходимо, собственно, обеспечить так, чтобы о нас просто даже не думали. То есть, например, встраиваться в любые методы платежей, будь это, естественно, как все уже давно встроились в Uber, но, в принципе, делать так, чтобы клиенту было на всех этапах удобно. Если вдруг клиент все-таки подумал взять кредит, это произошло мгновенно. Произошло это в приложении. Произошло это в один клик. Так, чтобы на это не надо было тратить времени и даже, в принципе, об этом как-то сомневаться. Ну и, наверное, что еще важно, это все-таки для такого поколения очень важно встраиваться в клиентский путь с точки зрения, чтобы быть полезным. Например, мы запустили приблизительно год назад продукт для путешественников и сделали его не от того, как лучше банку сделать удобный продукт, а вот именно от удобства клиента, чтобы чем больше клиент путешествовал, тем больше он хотел пользоваться именно этим продуктом. То же самое мы делаем, например, для семей, чтобы было единое управление счетом, чтобы были единые тарифы, чтобы не надо было как-то думать, как переводить деньги между семьями и как-то контролировать их расходы. То есть, другими словами, сделать так, чтобы о банке, в принципе, не надо было думать, а так, чтобы можно было просто удобно жить. Но все-таки я хочу сказать, что мы на самом деле универсальный банк. Это не все про то, чтобы нас никогда не видели. И вот для универсального банка наша модель все-таки такая фиджитал, физикал и диджитал. Чтобы клиенту все-таки важно вот это физическое присутствие личности, чтобы всегда можно было прийти, посоветоваться, поговорить, чтобы это всегда было очень удобно, быстро, все происходило за считанные минуты, но при этом при помощи какого-то эксперта, который мог бы помочь с тем или иным вопросом. Вот, собственно, так мы и меняемся. Степ-бай-степ. Майкл, у меня такой вопрос. Вы сказали о том, что вы создали продукт, в котором, ну, для путешественников, в котором вы сделали не так, как удобно вам, а так, как удобно клиенту. А как это? Ну, на самом деле, если говорить про сам продукт, то мы посмотрели на этот продукт с точки зрения, что самое важное клиенту, который хочет путешествовать. Ну, конечно, чем больше он пользуется картой, тем быстрее он будет накапливать на свои поездки. Мы даем 5% кэшбэк на все покупки и смотрим на клиента именно с точки зрения lifetime value. И делаем так, чтобы он мог как можно больше тратить свои кэшбэки. То есть мы не стараемся сделать так, чтобы вроде дать 5%, а потом он в итоге получил какую-то от этого частичку. Мы делаем для клиентов приложение, чтобы они могли заказывать свои билеты, очень удобно списывать баллы, могли заказывать в ресторанах какие-то, там, не знаю, в самых лучших ресторанах Москвы можно было бы заказать столик, если у тебя есть такой продукт. То есть мы думаем именно про такой лайфстайл, про то, как можно клиенту быть все время релевантным, чтобы можно было как можно чаще вытаскивать вот этот продукт либо из своего кошелька, либо пользоваться своим телефоном. Спасибо. Майкл рассказал про, упомянул такой термин, который сейчас уже практически стал повседневным, для каждого из вас. Это лайфстайл, лайфстайл банкинг. Артем, Тинькофф – это отцы, основатели лайфстайла банкинга в России. Майкл, простите. Ну, сейчас уже альфа в тренде, но ничего. Артем, к вам такой вопрос. Какова целевая аудитория лайфстайл банкинга? И как нужно выбирать сферы для этого лайфстайла? И куда вы уж точно советуете не идти? Я просто хотел сначала с Майком немного поспорить с его тезисами. Не на тему того, что альфа в тренде, это я не знаю. А я про другое. То есть он тут важную тему сказал, что банки должны стать незаметными. А я вот думаю, что наоборот угроза для банков заключается как раз в том, что банки станут незаметными благодаря тому, что сервисы вытеснят банки в некий бэк-офис, что в общем и целом происходит. Там появляются какие-то новые игроки, Apple, которые выпускают свою карту там и так далее. И технологические компании могут просто засунуть банки в бэк-офис. А в бэк-офисе там немного душновато, там тяжело зарабатывать маржу. То есть там некий такой идеальный рынок, когда вся маржа остается сверху, а бэк-офису достается только вот такое какое-то скучное существование, безденежное. В общем, то, к чему ни Майкл, ни я не привыкли, видимо. Вот, поэтому теперь к лайфстайл-бэнкингу. Ну, да, мы занимаемся лайфстайл-бэнкингом. Майкл тут, в принципе, правильно говорил. Но для нас, как для быстрорастущего банка, очень важно, почему еще важно быть заметным, потому что если ты заметный, и ты знаешь, значишь для клиента очень много, то есть клиент с тобой взаимодействует, ему нравится твой интерфейс, ему нравится, как выглядит твоя металлическая карта или что-то еще, это все повышает виральность. Это позволяет банку расти за счет удовлетворенной клиентской базы, а не за счет того, что ты заносишь деньги на Яндекс.Директ и пытаешься привлечь новых клиентов. Безусловно, у нас аудитория Тинькофф, она как раз из того, что из краеугольного вопроса, хотят ли люди хотеть в банке, у нас первичная аудитория, безусловно, была тех людей, которые в банке ходить не хотят. Это люди более продвинутые, которые были готовы депозиты класть и иметь зарплатные счета, карточки в банке, у которого нет ни одного рабочего отделения, то есть нигде по России. Поэтому аудитория была требовательная, это, безусловно, молодые люди, то есть это ядро, не знаю, там 23-32 года, в котором наша доля, она существенная, и мы растем в основном, продолжаем сейчас расти за счет этого ядра, то есть люди, которые старше 35-40, они все еще, им вот нужно то, про что Майкл говорит, действительно, им нужно ходить в отделение, им нужно советоваться с человеком в реальном физическом мире, люди, которые 25, они уже могут не ходить, они могут в WhatsApp советоваться или в чате банка, то есть это для них более естественный способ, чем там куда-то идти, они лучше будут со своими друзьями там общаться вживую, а сотрудниками банка будут общаться в чате. Вот как-то так. Артем, вы рассказали про такую некоторую боязнь, что банки станут незаметными, им достанется удел каких-то компаний на BackOffice. Как вам кажется, смогут ли банки стать точкой входа для потребителя, то есть чтобы все сервисы, в том числе не финансовые, могли оказываться через проложение банка? Или все-таки рано или поздно будут не финансовые сервисы, в которые встроены незаметные, страдающие от снижения маржи банки? Ну, это вопрос на самом деле хороший. Я думаю, что в мире будет происходить по-разному, очень сильно зависит от того, как регуляторная среда будет складываться, то есть там есть экстремальные случаи, например, в Китае, когда банки потеряли большую долю интерфейса, это произошло очень просто. Регулятор сказал, что любая компания может деньги у банка забрать для клиента бесплатно, очень легко, очень просто. И в общем и целом это привело к тому, что финансовая область очень быстро заняла интернет-компании, и китайское государство этому очень сильно способствовало. И поэтому здесь влияние регулятора очень большое, а во-вторых, здесь важно то, насколько банки готовы меняться, то есть насколько они будут быстро действовать. Я не верю в то, что во все сервисы, просто это может быть некая экосистема, экосистема сервисов, которые будут достаточно широкими. То, что все сервисы во всем мире по китайскому примеру мигрируют, я думаю, что такого не случится, потому что регулирование во всем мире разное, и в Китае были определенные, сложились определенные условия, где так случилось. Но концентрация в какие-то суперприложения, она будет происходить, она уже происходит. То есть люди будут жить в пяти приложениях, основное время людей будет проходить. Вот это правда. Юрий, Тинькофф и Альфа-банк сейчас, несмотря на то, что риски того, что они будут на бэк-офисе возрастают, все же сейчас оказывают, в том числе и не финансовые услуги, через свое приложение. Вы пошли иным путем. Вы создали VKPay, это система, которая позволяет делать денежные переводы и оплачивать товары и услуги, не покидая ВКонтакте. Но прежде чем я задам вам вопрос, я хочу спросить аудиторию. Кто знает, что ВКонтакте есть денежные переводы? Какая подготовленная аудитория. А кто пользовался этой услугой ВКонтакте? Чуть меньше. Спасибо. Юрий. Как вы собираетесь приучить пользователей получать финансовые услуги через нефинансовые институты? И с какими сложностями вы сталкиваетесь? Спасибо. Я бы хотел начать с того, что мне понравилась одна фраза, которую сказал Артем. Точнее, мне понравилось все, что сказал Артем, но одна фраза понравилась особенно. Технологические компании могут засунуть банки в бэк-офис. Мы технологическая компания, которая засунула банк в бэк-офис. Это мы, да. И еще я для себя отметил момент, который и Майкл тоже упоминал. Ходить в банки. Каждый из коллег сказал ходить в банки. Пользователи не хотят ходить в банки. Мы пошли дальше. Я как пользователь не хочу даже и в приложении этой банка ходить. Ну что мне там делать? Там по сути какая-то утилитарная финансовая функция, которую я совершенно не прочь выполнить там, где она у меня и возникла, эта потребность. И если я в чате с вами общаюсь о том, что надо бы коллеге на день рождения скинуться на подарок, то я бы здесь бы эту утилитарную функцию и выполнил, не спрашивая у вас номер карты, не спрашивая номер телефона, не спрашивая, а у тебя там Тинькофф, не Тинькофф, или Сбербанк, а какого региона, и возьмут ли с меня 1% комиссию, а то и больше. Я бы хотел вот здесь эту задачу решать. И не только денежные переводы, но и социальная коммерция. То есть мы строим, по сути, экосистему социальной коммерции. Мы крупнейшая площадка в России, 97 миллионов уникальных пользователей в месяц, из них 70 миллионов в России. И, безусловно, между этими пользователями постоянно что-то происходит. В частности, например, у нас сотни тысяч сообществ, на базе которых малый и средний бизнес осуществляет продажи. Даже не только продажи, а, по сути, полный цикл своего бизнеса, начиная от того, что отслеживается возникновение потребности у человека в чем-то, и ему через наши рекламные инструменты предлагается товар купить или услугу оказать. Здесь же эта услуга оплачивается, и здесь же она в идеале и получается, если мы говорим про диджитал товары, какие-нибудь билеты, какие-нибудь промо-коды, ключи доступа и так далее. То есть, по сути, и здесь же можно осуществлять поддержку на базе этого же сообщества. То есть это полный бизнес-цикл многих, на самом деле, бизнесов. И наша концепция заключается в том, что не надо для того, чтобы получить какую-то финансовую услугу, уходить куда-то еще, даже не ногами уходить, а, в принципе, уходить в другое приложение. Ну, понятно, чем это обусловлено для нас. Наша основная модель зарабатывания денег, бизнеса, монетизации – это рекламная модель. И, соответственно, если пользователь ушел куда-то на другую платформу, мы потеряли какое-то количество времени юзаджа, да, time spent какой-то. Он меньше увидел рекламу, соответственно, мы там ее меньше продали. Поэтому, ну, не только исходя из этого, конечно, просто мы как бизнес, безусловно, должны думать о деньгах, но как бизнес, который хочет быть успешным, в первую очередь мы должны думать о пользователе и о пользе для этих людей. И вот польза для этих людей как раз заключается в том, что мы, по сути, он-демант к месту и ко времени предлагаем ту финансовую услугу, которая сейчас человеку нужна. То есть, если Артем говорил про банки, которые пошли в небанковские, вне финансовые услуги, да, отчасти, то мы, наоборот, не банк, который пошел в банковские финансовые услуги. Вот как-то так. Вы говорили о монетизации, о том, что у вас модель рекламная. Но можете ли поподробнее рассказать, как эти финансовые сервисы можно монетизировать, поскольку, как я знаю, у вас большинство услуг финансовых бесплатны для пользователя. И пока это напоминает анекдот про бизнес-зайчика, когда он говорит, что покупаю десяток по рублю, продаю по пять копеек штука, прибыль еще не считал, но обороты бешеные. Да, вопрос понятен о чем. Здесь придется вернуться к второй части вашего предыдущего вопроса, на который я не успел ответить. Это основные сложности, с которыми мы сталкивались. И вот здесь хотелось бы отметить три момента. Про удобство я рассказал. То, что важно пользователю. Если мы исходим из потребностей пользователя, то им важны три момента, с каждым из которых нам пришлось работать. Момент первый – это удобство. Здесь мы эту задачу решаем тем, что мы присутствуем со своим финансовым сервисом тогда, когда это пользователю нужно и там, где это нужно. Второй момент – это безопасность. И здесь, конечно, очень большую информационную работу приходится проделывать. Ну, потому что, понятно, аккаунт могут взломать, так или иначе. Но при этом надо понимать, что деньги не украдут, потому что дополнительные факторы проверки, да, и ввод пин-кода, и получение кода 3DS из SMS и так далее. Я правильно понимаю, что вы сталкиваетесь с тем, что люди доверяют банкам больше, чем… Да, да, да. Это как некий такой, знаете, традиционный миф-не миф, но такой стандартный взгляд, да, стереотип, что вот банк там надежно. Хотя, по сути, мы тот же самый интерфейс к банку, который мы там засунули в бэк-офис, да, и у нас не менее надежно, а иногда даже может быть более, учитывая самые передовые технические решения. И третий момент – это как раз финансовая составляющая – это комиссии. И здесь эту задачу можно решать по-разному. То есть, с одной стороны, можно зарабатывать непосредственно на транзакциях, но, как я говорю, что транзакционный бизнес, он не супермаржинальный и не является нашей основной моделью. Основная модель – это все-таки рекламный заработок. То есть, да, где-то мы можем поработать в ноль, где-то там в минус, да, но понимая, какое value мы при этом получим, да, что там пользователь приезжает карточку, с этой карточки он заплатит с большим удовольствием, большее количество раз на большую сумму, а может быть, он просто посмотрит больше рекламы. То есть, здесь надо взвешивать влияние дополнительных факторов от того, что пользователь остается в нашей экосистеме и ее не покидает. Ну и, безусловно, не могу не сказать про наших коллег из Мастеркарда, которые, конечно же, имеют свои интересы на этом рынке. Мы три года с ними партнерствуем. Они выступают партнерами проектов «Денежные переводы», партнерами проектов «Вики и Пэй». И, соответственно, мы совместно решаем задачи обучения пользователей вот таким технологиям. Я бы хотел добавить то, что Юрий сказал. Мне кажется, там много было очень интересных точек зрения. Все-таки, мне кажется, вот такая вот история, какая модель более правильная, там, не знаю, кто фронт-офис, кто не фронт-офис, мне кажется, все-таки это чуть про другое, это про партнерство. То есть я не считаю, что какая-то из моделей может быть более успешной, чем иная. И вот мне кажется, как раз-таки будущее за тем, как компании смогут поставить свое эго как раз в бэк-офис и как-то вместе партнериться, делать лучшее для клиента. И какие-то использовать сильные стороны одних систем и сильные стороны других систем. Потому что, опять же, если говорить про банки, вот, наверное, доверие – это, наверное, из самых важных аспектов. Я, конечно, понимаю, можно друг другу поставить 100 рублей, но когда хочешь положить 10 миллионов рублей, конечно, хочется быть, как минимум, приходи за этими деньгами, чтобы их вживую, наверное, увидеть. Вот, поэтому, и тут как раз-таки вопрос сделать это максимально удобно и бесшовно, что действительно, если кому-то нужно либо проинвестировать, либо получить какие-то деньги, это происходило там, где это удобно и максимально быстро. Я за партнерство. 10 миллионов рублей вживую, наверное, бесшовно сложно будет. Заказать надо за несколько дней. Из банкомата, в принципе, да. Арсем, добавите что-то? Мне кажется, что Юрий все правильно более-менее рассказал. Что здесь можно сказать, что с одной стороны, модель ВКонтакте, наверное, верная, с другой стороны, не только ВКонтакте может похвастаться какими-то социальными взаимодействиями. Я не знаю, вот мы, например, запустили месяц назад социальную сеть для инвесторов «Пульс». У нас дневные показатели аудитории выросли почти в два раза, то есть среди инвесторов. И не хотят они ни в каком ВКонтакте обсуждать инвестиции. Они сидят и обсуждают в нашем приложении. Поэтому и вполне счастливо, потому что они обсуждают там не со всеми друзьями, а с теми, кому это интересно, и они хотят то, во что они хотят инвестировать. Поэтому не все так однозначно, то есть не ВКонтакт там единым, а жива Россия и мир. Ну, я и не говорил, что единым. У нас еще в группе компании «Одноклассники» есть и много других. Ну, на самом деле, никто не мешает ВКонтакте создать чатик не со всеми друзьями, а с теми инвесторами. Вот честно скажу, у нас внутри компанейский есть чатик, называется «Мамкины инвесторы». Там вот ребята, которые интересуются инвестициями, финансовыми сервисами. Мы там обмениваемся опытом, следим за ценными бумагами, следим за какими-то событиями на рынке, ну и в целом друг другу там рассказываем, делимся какими-то интересными идеями. Давайте теперь посмотрим на потребителей с другой стороны. Часть из нас тратит средства исключительно рационально. Сначала советуется в чатиках, выбирает самое лучшее предложение и так далее. Другая часть подвержена импульсивным тратам. Анна, финансовый маркетплейс, который сейчас создает ЦБ и Московская биржа, нацелен, ну, скорее всего, исключительно на рационального потребителя, поскольку он позволяет выбрать самое лучшее предложение по наилучшей цене. На рациональных потребителях зарабатывать сложно. Скажите, как запуск маркетплейса отразится на доходах тех, кто продает через него свои финансовые услуги? Отличный вопрос. Всем добрый день. Ну, во-первых, финансовый маркетплейс – это не протратить, а просберегать и инвестировать. Во-вторых, конечно же, мы все действуем не в полном объеме, не на 100% рационально. Мы пытаемся в каждый момент времени сделать свой рациональный выбор, имея в виду, сколько времени мы потратим на этот выбор и, собственно, на его исполнение. Что движет нами и почему мы идем в этот продукт? Мы видим для себя три причины. Причина номер один. На финансовом рынке среди банков, брокеров, да и, в принципе, бирж с каждым днем и с каждым годом ужесточается конкуренция. Причина два. Действительно, биг тех, те компании, которые не относились к финансовому рынку, начинают предлагать ряд финансовых сервисов, и мы все еще увидим через 5 или 10 лет результаты этой конкурентной борьбы. И причина три, что практически все сервисы переходят в онлайн, в разный онлайн. Это и онлайн-торговля, и онлайн-привлечение. И очевидно, что это три фактора, которые очень сильно могут поменять финансовую индустрию в ближайшие 5-10 лет, хотя иногда кажется, что и так же онлайн, что же еще нужно. А можно спросить, а вот почему вы думаете, что вот маркетплейсами должно заниматься государство? То есть есть, не знаю, Англия, в которой прекрасно существуют, не знаю, мани-супермаркеты, еще три финансовых супермаркета, которые сделаны частными предпринимателями, которые торгуются на бирже и работают гораздо более эффективнее, чем государственная система. Откуда у государства российского такое стремление делать все само по себе? То есть там, вот мы сейчас обсуждали, что, например, в Америке, там, не знаю, есть фанни-мей Фредди Мак, они, например, деньги дают банкам, и те дают их в ипотеку. А в России ЖК пытается само сделать и стать лидером на рынке, пытается кредитовать. Откуда у вас такие амбиции? Почему вы не хотите создавать среду, а вы хотите создавать маркетплейс, хотя во всем мире это частный бизнес? В Индии там Банк Базар с Амазоном, а вы хотите сделать это все сами. То есть вы считаете, что вы лучше делаете, чем рынок, или почему вы так думаете? Ну, я, конечно же, за государство ответить не могу. Могу ответить за публичную компанию с фрифлоутом, наверное, максимальным, но, во всяком случае, в топ-3 максимальных в России, 56%. А оно имеет отношение к государству уже? Я представляю публичную компанию с огромным фрифлоутом, как российских, так и международных инвесторов. Поэтому давайте вернемся к маркетплейсу и пойдем, наверное, дальше в этой части. Соответственно, что мы хотим сделать и почему мы считаем, что у нас это получится? Мы хотим, чтобы клиент мог удобно, быстро, оптимально, с одной стороны, выбирать различные финансовые продукты, не только традиционные биржевые, в той нише, в которой мы были. С другой стороны, мог бы эти продукты, то есть заключать сделки, договор депозита или договор приобретения ОФЗ для населения, что, кстати, тоже не является биржевым продуктом, и мог, грубо говоря, отвязаться от одного банка, потому что сегодня действительно у многих российских банков прекрасное дистанционное банковское обслуживание, прекрасные мобильные и вебовские приложения. Но для того, чтобы весь этот комплекс услуг получать, нужно сначала стать клиентом этого банка. Почему мы считаем, что у нас получится? Все Московские биржи в этом смысле достаточно уникальный институт, равноудаленный от всех других финансовых институтов. И те проекты, которые мы делаем, мы делаем всегда с партнерами, банками и брокерами. Я могу привести два примера, может быть, из нашей текущей жизни, но, на мой взгляд, они очень убедительные. Например, банк номер два в нашей стране умеет уже два года как выпускать однодневные облигации. То есть он за одни сутки может имитировать эмиссию и ее же погасить. Делает он это без посещения офиса Московской биржи и без посещения центрального депозитария, подписывая все электронно-цифровой подписью. Я считаю, что это великолепный пример того, как можно с технологиями выйти, по сути, на межбанковский рынок. Там прекрасный банк номер один умеет выпускать инвестиционные облигации, по сути, структурные облигации защиты капитала, и фактически для своих клиентов. Использует для этого нашу инфраструктуру, потому что она готова для обслуживания такого потока. Например, за эту и прошлую неделю мы зарегистрировали таких 19 выпусков. Не все из них еще размещены. Но я к тому, что нам удается под каждого клиента нашего клиента подбирать технологию, которая может это делать. Поэтому я рассчитываю, что наш маркетплейс по депозитам дополнит, с одной стороны, будет интересен и нам, и нашим клиентам банком, и клиентов наших банков, и наших клиентов физическим лицам, потому что, с одной стороны, он даст возможность сравнивать, выбирать продукты и фактически закрывает тот путь, который сегодня клиент делает через агрегатор, депозиты достаточно сравнимы. Его можно выбрать, но чтобы его открыть, нужно ножками прийти в новый банк. Платформа добавляет анбординг, идентификацию, заключение договора и расчеты. То есть я рассчитываю, что мы, с одной стороны, дополним банковские продукты вот этим шагом, с другой стороны, дополним линейку наших продуктов для клиентов физических лиц депозитами. Анна, спасибо. Артем, я, может быть, позволю себе немного продолжить вашу мысль. Вы спросили, почему государство берет на себя роль маркетплейса. Если я правильно читала закон и слышала посыл представителей Центрального банка, то они говорят, мы создадим инфраструктуру, у нас будет биржа как платформа, а далее будут финансовые витрины, в которых может быть множество. И маркетплейсов может быть, ну как витрин, может быть много. А зачем тебе своя витрина, можете сказать? Ну это я у вас хотела спросить. Интересно ли вам это? Я не знаю, если честно, у меня нет ответа. Если их множество, то зачем им своя? Пусть будет множество. С платежами, по-моему, такая же история, нет? Примерно так же, что это какой-то паттерн. Тогда у меня еще тоже вопрос к Артему и Майклу. Планируете ли вы размещать свои финансовые продукты на маркетплейсе? Не знаю, мы не думали на эту тему. Мы размещаем свои продукты на коммерческих маркетплейсах, это да. На государство мы пока не думали, будет зависеть от объема и технологических затрат на интеграцию. То есть если там будут объемы и технологические затраты будут не так высоки, наверное, будем. Артем, у вас есть новый вызов. Коммуникации внутри банка необходимо улучшить. Ваша команда активно участвует в рабочих группах и привносит в них очень много нового. Мы участвуем во всех рабочих группах. Это же не значит, что... Мы обязаны участвовать во всех рабочих группах. Мы QR-коды клеим, и то, и все. То есть это же не значит, что там как бы реальный бизнес какой-то случится, правильно? Ну да, но на самом деле, может быть, эту тему можно и на платежи продлить. Конечно, мы тоже во всем интегрированы. С разным успехом, конечно, мы довольны. Этим процессом. Мне кажется, когда государство начинает заниматься коммерческой деятельностью, это не всегда даже играет в пользу клиентов. Но мы, как коммерческая организация, всегда смотрим, где это коммерчески выгодно, и там, собственно, и работаем. Я надеюсь, наша группа тоже вовлечена в эту работу. Не так активна, как Тимков, да. Не так активна, понятно. Ну, то есть мы более коммерческие ребята. Вячеслав, прежде чем я вам задам умный вопрос, скажите, откуда взялось название вашего стартапа «Анна», потому что нам, Аннам, это очень интересно. Да, взялось описание на вопрос. Ну, когда-то давно в Великобритании была Анна Болей. У него был муж Генрих Восьмой. И, собственно говоря, он хотел на ней пожениться. И ему папа римский не давал это делать. Папа римский не давал это делать, поэтому сказал, я придумаю свою собственную религию. Ну, чего мне папа вообще не указ. Поэтому британцы с уважением относятся к Анне, но мы назвали не из-за этого. Назвали не из-за этого, потому что когда наши соучредители делали ребрендинг точки, они обратились в агентство британское, и они предложили это название. Но в России идти в ванну, в ванне, ну, как-то неприкольно, поэтому приберегли, а когда сделали британский стартап, то взяли просто имя, то есть все очень банально. Анна Болей действительно ни при чем здесь. Жаль. Тогда умный вопрос. Работа вашего сервиса основана на том, что это финансовый помощник для бизнеса, который помогает индивидуальным предпринимателям, малому бизнесу совершать платежи, вести бухгалтерию и так далее. И как работает ваш сервис? Сначала заявки пользователя обрабатывает оператор вручную. Таким образом он обучает бота. В какой-то момент ручной труд уже становится не нужен, и большинство операций автоматизируется. По вашему опыту, какие операции еще долго не удастся перевести полностью в автоматический режим? Во-первых, про наш сервис. Действительно, мы в основе операционной модели закладываем непосредственно взаимодействие с человеком. То есть в то время, когда банк Тинькофф закладывал в операционную модель, что не будет отделений, и на этом строил свою инфраструктуру, то мы закладываем сразу, что… И теперь, правда, в Тинькоффе, по-моему, 20 тысяч людей-операционистов. Много, да. Работают в чате, да. То мы в операционную модель закладываем сразу архитектурно, инфраструктурно то, что людей не должно быть на самом деле. При этом оставляя сервис и качество персонального ассистента. Теперь с точки зрения того, что невозможно автоматизировать. Невозможно автоматизировать. Не буду рассказывать про то, что вот там душу, творчество и так далее. Нет. Невозможно автоматизировать две вещи. Первое – вещи ненужные клиенту. И второе – процессы, автоматизация которых не приносит никакой выгоды. Очень простой пример. У нас стоимость одного оператора, британца, 2,5 тысячи фунтов в месяц обходят с компанией. То есть это 200 тысяч рублей у нас. Ну, потому что там просто средняя зарплата такая. Ты дешевле не наймешь никого. А зарплата разработчика в Москве, ну, плюс-минус хорошего. Можно за 200 тысяч рублей. То есть мне гораздо проще, например, нанять разработчиков в Customer Support и через месяц никого… Ну, а клиенты уже не будут обращаться, потому что они все автоматизируют. Да. А тот же пример, например, были в Индии, да. Люди, ну, там пусть на дверях не ставят доводчиков. Ну, потому что просто дешевле поставить человека, который будет открывать дверь и закрывать. И когда у тебя дешевая рабочая сила, в принципе, тебе не обязательно… Ну, то есть двери останутся недоавтоматизированы. Закрытие, ну, мягкое закрытие дверей, да. Ну, потому что дешевая рабочая сила, она не дает тебе импульсов. Поэтому Трамп, наверное, молодец, когда, ну, выводит, точнее, возвращает обратно свое производство. Да, это самый первый, самый простой путь – просто автоматизировать, потому что создают экономический стимул для этого. И вторая история – это ненужная вещь, да. То есть где высока вероятность человеческой ошибки, это будет автоматизировано в первую очередь. Ну, простой пример. Мы знаем, что летчики, пилоты самолетов гражданских, собственно говоря, превратились уже в тех самых бабушек, которые сидят у эскалатора, да, с одной красной кнопкой, и ее функция – нажать на нее в какой-то опасной ситуации. Там, конечно, немножко сложнее, но, в принципе, этот процесс уже автоматизирован. Я думаю, следующий будет процесс врачей, потому что, опять же, высока цена человеческой ошибки. Вот. Они автоматизируются, опять же, повторяю, то, что никому не надо, то, что не несет никаких рисков для клиентов, и то, что экономически невыгодно. Уточните, пожалуйста, сколько сейчас у вашего сервиса открытых счетов, и какой штат операторов, которые их обслуживают? Ну, во-первых, мы стартап. Мы запустились в прошлом году, в сентябре. На данный момент у нас 10 тысяч клиентов, на них приходится 20 человек кастомер-саппорта. Невозможно сказать много, это мало, потому что, когда маленькие объемы, то нам, например, потребовалось как минимум 14, чтобы просто 24 на 7 закрыть. Да, неважно сколько клиентов, хоть один клиент, да, тебе уже надо 14 человек. Вот. Но суть заключается не в этом. Суть заключается в том, что изначально мы закладываем два принципа, когда нанимаем людей в тот самый агент, либо те, кто обслуживает клиентов. Первая история. Мы не автоматизируем взаимодействие клиента с системой. Мы автоматизируем, точнее, помогаем агенту общаться с клиентом. То есть агент и человеческое общение – это просто первый изначальный шаг для создания любого сервиса. А дальше просто сделайте так, чтобы его рутинная работа, его в первую очередь была автоматизирована, оставалась только не рутинной, не стандартной. И второй принцип. Клиенты не генерят нагрузку на кастомер-саппорт. Не генерят. Генерит баги в нашем продукте и недоделки нашего продукта. Поэтому инвестируя просто в продукт, вы фактически инвестируете в автоматизацию колл-центров и автоматизацию операционной деятельности. Я все. Артем, когда ваших курьеров заменят роботы? Это надо, кстати, вопрос сказать. Если лайк-ту-лайк сравнивать, то у нас кастомер-серос, конечно, не в пример эффективнее. У вас один на 500, а у нас один на 700. В общем, это так, к вопросу без кастомер-сероса. А курьеров никогда не заменят в ближайшее время, потому что в Англии другое законодательство. Да, просто в Англии надо больше к нашим начальникам банковским. Потому что в Англии у нас нет курьеров. Да, безусловно, да. Поэтому с точки зрения, если одно на другое делить, я не знаю, куда вы выйдете. Вы еще на стартапе, но у нас показатели более эффективные. И, в принципе, у нас 50% чатов отрабатываются уже в автомате. Я же сказал, что на маленьких объемах это бесполезно, потому что не только 15 человек, надо, чтобы сделать 2,4 на 7. Согласен. Я думаю, что у вас все получится, потому что действительно команда точки, мы все знаем Бориса, Эдуарда, они действительно, несмотря на печальную историю с банком, они провели революцию в малом бизнесе, я считаю, России. И это один из тех банков, на которые все потом начали равняться. И, в общем, любить предпринимателей хоть как-то малого бизнеса стали благодаря этим людям. Поэтому желаем вам удачи. Спасибо. Вячеслав рассказал нам о финансовом помощнике для бизнеса. В то же время у каждого из вас в том же телефоне есть тоже помощник голосовой. Вопрос. Кто пользуется своими голосовыми помощниками в телефоне? Чтобы поставить будильник, да? Я думал, рук будет больше. Может быть, наши спикеры объяснят в формате такого коротких ответов, в формате Блица, почему же сейчас голосовые помощники не пользуются популярностью у людей? Тут, смотря кого считать людьми, то есть, вообще они, да. Вообще, на самом деле, дети, если посмотреть на детей, они хорошо пользуются голосовыми помощниками, колонками. А лекции в Америке, Алисы в России и так далее. Да, да, вот с колонкой они там прекрасно взаимодействуют. То есть, и... Потому что у них нет барьеров и нет паттернов, к которому мы привыкли. Поэтому я думаю, что голосовой интерфейс, он, ну, еще себя не показал, то есть, и революция здесь еще будет впереди. Я тоже считаю, что это только вопрос времени. Вот там приводили пример банк в Индии. Вот Диджи-банк, как раз в Индии у них было 2 миллиона клиентов активных, было всего лишь 12 операторов, потому что все пользовались голосовыми помощниками. Как только сделают удобный сервис, и со временем люди начнут пользоваться. И молодежь-то уж точно. Смотрите, по данным опроса 2019 года в США голосовым помощникам пользуются 34%. Люди, которые хотя бы раз в месяц голосом что-то делают. Я присоединюсь, пожалуй, к Артему. Я считаю, что в России этот сервис популярен у детей. Вот мой 12-летний сын, если ему нужно что-то найти дополнительно по биологии или по истории, он будет спрашивать в Сирии и смотреть на Ютьюбе. Я буду набирать слова в поисковике и читать Википедию. Поэтому это вопрос нашего менталитета и подхода к всему. И вторая причина – мы очень часто что-то ищем, находясь в общественных местах. Соответственно, голос и плохо слышен, когда ты спрашиваешь, и голос плохо слышен, когда ты получаешь ответ. Но я думаю, что вопрос времени, когда эти сервисы будут более популярны в России. Так, дамы и господа, у нас тут вроде все-таки про финтех. Алиса, сделай музыку громче. И что такое, не знаю, синхрофазотрон? Это немного про другое. Хотелось бы понять, почему не пользуется для финансовых сервисов. Я тут присоединюсь к Артему. Я думаю, еще не пришло время. И через несколько лет нас действительно ждет взрыв. Но для этого надо упростить технологию того, как это работает. Для того, чтобы сейчас, например, в Сирии что-то сделать, надо создать шорткат. А для того, чтобы Алиса научилась, например, денежный перевод отправлять, надо зарегистрировать навык и его установить. Мне кажется, это пока просто сложно для подавляющего большинства пользователей этих колонок, которые объективно, самая популярная команда, наверное, «Алиса, сделай потише, Алиса, сделай погромче и включи следующую». То есть для финтеха пока, наверное, сложновато. Как только станет попроще, я думаю, можно будет и сказать «Алиса или Сири или любая другая голосовая помощница или помощник, ну там, отправь тысячу рублей Маше». И это сработает. Ну, мы на самом деле проводили когда-нибудь большое исследование, то обнаружили, что из 5,5 миллионов малых предпринимателей Великобритании три в своей регулярной деятельности используют легкий коммерческий транспорт. Три. От него зависит. Соответственно, и причем для водителей уже паттерн использования голоса, он уже достаточно распространенный. То есть ставить адрес, ставить все, что-то, это уже работает. И мы сейчас, у нас будет большой проект с Ford, а это практически 70% британского рынка, по интеграции в консоль как раз-таки простых оплат инвойсов, переводов и так далее. Пилотик уже запустили, сейчас смотрим, насколько рынок сможет это воспринять. Но мне кажется, вот на таких вот кейсах ограниченных, когда нельзя писать, когда нельзя нормально воспользоваться телефоном, это, наверное, уже будет чуть раньше. А про детей, да, мои дети, в принципе, ну, им вообще лень писать. Лень, поэтому я думаю, что как раз это для них будет сделано. Тогда еще один вопрос для Блица. В каком финансовом помощнике нуждается потребитель? То есть какие задачи он должен решать? Я не знаю, то есть очевидно, мир движется к какому-то разделению. То есть финансовый помощник – это некоторая там субстанция, которая может отделить, собственно, интерфейс от того места, где лежат деньги, и сделать это наиболее выгодным для пользователя способом. То есть вообще в будущем пользователь может и не знать, где в данный момент находятся его деньги. То есть финансовый помощник может, там, не знаю, перевести их в облигации, потом там продать облигации, сделать еще что-то. То есть финансовый помощник – это про то, чтобы, наверное, на первом этапе более оптимально использовать свои деньги. Вторая тема – это, наверное, он может помочь следить за ненужными тратами, то есть каким-то образом там давать советы человеку по тратам и вообще по финансам. Например, то, что сейчас будет в России, я думаю, тоже там трендом следующим, как и в Америке, я думаю, например, финансовый помощник может сказать, как улучшить свою кредитную историю, потому что сейчас кредитная история потихоньку набирает свой вес, и дальше все больше и больше люди будут об этом заботиться. Финансовый помощник может сказать, не знаю, там, оформить кредитную карту, погашать ее постоянно, там, используя лимит на половину, и у тебя скоро балл там за 4 месяца вырастет там на X, и ты сможешь получить ипотеку. Ну, вот тут такого плана. То есть мы… То есть это не какие-то космические вещи, а действительно там через 3 года будет все. Мне кажется, что клиенту все еще нужен какой-то эксперт. Потому что, понимаете, можно, в принципе, у секретаря заказать ресторан в Нью-Йорке, только если ты не знаешь ничего про рестораны в Нью-Йорке, то, может быть, твой опыт будет не очень комфортный, даже если вроде как и симпатичный на фотографии. Ровно так же и с отелями. Я наверняка много здесь могу спросить людей, которых заказывали отели и получили не то, что хотели. Мне кажется, то же самое и с финансами, и с инвестициями, и с обережениями. Все-таки я считаю, что физический человек, который не машина, которая может сделать какие-то алгоритмы, а который действительно эксперт, который хорошо понимает. Вот на сегодняшний день, мне кажется, то, в чем и нуждается человек, именно в таком понятном экспертном мнении, понять, что клиенту, какие у клиента есть сомнения, и вот как-то с этим уже работать для того, чтобы все-таки сделать какое-то качественное предложение, а не просто что-то сделать непонятное, ненужное. Я, пожалуй, соглашусь с Майклом и Артемом. Я не верю в то, что помощник может быть универсальным экспертом во всех областях, начиная от заказа гостиницы, заканчивая финансами. Я верю в специализацию финансовую, и считаю, что такой помощник должен рассчитывать, видимо, финансы домохозяйства на долгосрочный промежуток времени. То есть у разных из нас, у каждого из нас бывают разные потребности. Когда-то нужна большая покупка, деньги на нее, когда-то нужно задуматься об учении детей, когда-то нужно перекредитоваться, у кого-то малый бизнес, он просто ищет кредит. И, видимо, такой помощник должен выстраивать долгосрочную стратегию и, может быть, даже подсказывать какие-то неочевидные вещи. Например, банк номер 8 предлагает более низкую ставку для рефинансирования существующего кредита. И, видимо, помощник может это отсканировать и предложить клиенту перекредитоваться. Ну или какие-то еще менее очевидные вещи. Поэтому я верю в такого долгосрочного планера, грубо говоря, для домохозяйства. Анна, у меня уточняющий вопрос к вам. Вы перед этим говорили банк номер 1, банк номер 2, и я, кажется, понимал, о ком речь. А сейчас вот банк номер 8 был. А кто у нас банк номер 8? Честно говоря, не знаю, поэтому назвала цифру ниже первой. Вам нельзя, да, говорить Сбербанк, ВТБ? Это точно не ВКонтакте, не переживай. Мы видим банк номер 5. Не было в панели, поэтому я не стала их называть по именам. А я вот мастер-карт не постеснялся назвать. Антон, привет. Отвечаю по сути вопроса и продолжаю развивать мысль коллег, как можно объединить это в одном, наверное, помощнике. Продолжаю эксплуатировать фразу Артема, которая мне понравилась. То есть финансовый помощник может быть засунут в бэк-офис. Теоретически, вот вам сегодня нужна финансовая консультация, может быть, по заполнению декларации о налогах, а завтра вам нужен подбор автомобиля или помощь в его продаже, а послезавтра у вас, значит, нужен тревел-помощник, а потом вам там нужна юридическая консультация, а потом вам нужна медицинская консультация. И, по идее, хорошо бы, наверное, сейчас в телефонной книжке иметь либо большое количество специализированных помощников по каждой сфере нашей жизнедеятельности, в которой может потребоваться консультация специалиста, либо же иметь какую-то единую точку входа, типа консьерж-сервиса, который дальше уже будет привлекать необходимых экспертов к решению вашего вопроса. Я не знаю, может быть, это так будет, а может быть, это не очень жизнеспособно. Но это однозначно речь не про премиальный консьерж-сервис, как сейчас к премиальным банковским продуктам, у вас там свой менеджер, консьерж-сервис и так далее. Нет, я про что-то более массовое. Но не знаю, возможно, это останется на уровне конкретных людей, экспертов, которых вы знаете, и на уровне сервисов, которые предлагают такую экспертизу. Ну, условно говоря, там есть компании, которые делают предпокупочную проверку автомобиля, когда вы хотите купить. Теперь, собственно, к самому финансовому помощнику. Мне кажется, самое-самое важное и абсолютно первый приоритет – это повышение финансовой грамотности населения. Ну, у нас катастрофическая безграмотность финансового населения за пределами этого зала и вот этого здания. Ну, поверьте мне, там, отличие акций от облигаций и что такое ЕС, ОФЗ, купон и так далее. Тем более переводы ВКонтакте никто не знает. И это тоже, хотя мы работаем над популяризацией этого решения, она гораздо более простая, чем инвестиции. Ну, очень мало людей в этом разбираются. И мне кажется, основная задача должна быть то, чтобы человек хотя бы не терял свои деньги, храняя их под матрасом или вкладывая в непонятные кэшбери. А можно кэшбери говорить? Ну, ладно. И здесь большой респект, на самом деле, ребятам из Тинькофф журнала, которые делают вот эту массовую просветительскую работу, именно массовую, да, то есть у них сотни тысяч подписчиков, читателей, и они говорят на сложные темы понятным языком. Мне кажется, вот в первую очередь надо бы подтянуть финансовую грамотность населения, чтобы население могло правильно вопрос этому финансовому помощнику сформулировать, разобраться в потребностях, что нужно. Ну, как человек, наверное, как компания, которая разрабатывает финансового помощника, что мы представляем, когда мы говорим о финансовом помощнике? Мы, наверное, себе представляем какого-то антропоморфного существа, да, там из фантастических романов Ази Казимова, да, какие-то роботы, либо какие-то люди, которые будут разговаривать, да. А нотификация о моих транзакциях – это финансовый помощник, да. Есть вот коллеги из банки.ру, да, к которым можно зайти, посмотреть эксперта, ответить на все вопросы, сравнить – это финансовый помощник. Мы просто не замечаем, что роботы, что автоматизация, финансовые помощники – они уже с нами, да. Мы представляем себе просто какой-то интерфейс, наверное, единый там общий. Это лишь интерфейс, да. Это может быть совершенно по-иному выглядеть. Но помощь уже сейчас есть, она уже существует, но она просто не антропоморфна, вот и все. Спасибо. Прежде чем мы перейдем к заключительному вопросу для Блица, хотела бы зачитать один вопрос, поступивший из зала. Судя по диалогу от Майкла, Артема и Юрия, рынок России находится в стадии, когда требования Open Banking становятся актуальными. Предпринимаются ли какие-либо шаги в этом направлении со стороны банков? Вопрос Майклу и Артему. И какие шаги предпринимаются? Ну, вообще у нас за Open Banking вроде как центральный банк отвечает. Какие шаги он требует предпринимать, мы все предпринимаем. С Майклом добросовестно. Мы даже об этом не знаем, но они предпринимаются. Там ваши рабочие группы участвуют. Наши, очевидно, более медленно. Может быть, вы хотите что-то добровольно сделать в этом направлении? Выложить данные сразу в сеть, да? Хотим. Вот Герман Оскович сказал, что они очень хотят подсоединиться к СБП, но у них технически не получается. И они готовы платить штрафы, многомиллионные штрафы, но просто всем Сбербанкам пытались, пытались, и не выходит оленький цветочек. Мы так же хотим. Можно ответить за себя, как участник этой рабочей группы, и этих трех парней, которые не ответили на этот вопрос. На самом деле, эту тему ведет финтех-ассоциация. Действительно, многие банки участвуют в рабочей группе. Там намечен роудмэп по разным направлениям, дальнейшим технологическим. Где-то параллельно идет сессия, посвященная этой теме. Действительно, мы туда идем потихонечку. Вопрос скорости, он зависит и от нас, и от регулятора, на самом деле. Вообще, тут стоит добавить, что наш регулятор, он замахнулся, как обычно, впереди вообще планеты всей. Там у нас уже роудмэп есть такой, которого нигде в мире нет даже близко, по опенбанкингу. Там открыто все. Страховки, брокерские счета, доступы ко всему. Вот что только душе угодно. Только ключи от квартиры не лежат в этом опенбанкинге. Но когда он случится, не знаю. Я видела руку из зала. Если можно, в приложении напишите, пожалуйста, вопрос. У нас такие правила. И пока еще один вопрос для Блица. Все-таки через 10-20 лет кто будет вашим клиентом? Человек или его дублер, цифровой аватар? Или его финансовый помощник, может быть? Ну, тут как повезет. Хотелось бы, конечно, чтобы человек, но, возможно, и аватар. Но тут смысл в чем? В том, что в какой-то момент наверняка будет много всяких разных помощников. И, возможно, какие-то помощники людей будут работать с какими-то другими помощниками. То есть это будут какие-то роботы, которые общаются с роботами во благо человека. А где мы будем находиться, будут ли наши интерфейсы, помощники общаться с человеком, ну, это сейчас очень сложно предсказать, тем более смотря на 20 лет вперед. За 20 лет в бизнесе меняется все, практически. 20 лет назад половина компаний, там, Фанк, вы их не знали, кто это там. Ни Фейсбука не существовало, там, Амазон был очень маленький и так далее. Сейчас это лидеры, которые кажутся несокрушимыми. Ну, через 20 лет все поменяется. Ну, ладно. И социальная сеть номер один тоже, скорее всего, другая. Вот здесь, кстати, интересно. Россия — это уникальный рынок в мире. Единственный, где локальный игрок не был побежден Фейсбуком, за исключением Китая, где там на регуляторном уровне Фейсбук запрещен. Это действительно уникум. И сегодня, кстати, у нас день рождения, нам 13 лет, 10 октября 2006 года. Спасибо. Я, к сожалению, пропускаю наше корпоративное мероприятие сегодня здесь ради вас. И отвечая по сути вопроса, вы знаете, довольно сложно провести границу. Вот человек я или цифровой аватар уже сейчас, не через 10 лет, а сейчас. И в сутках 24 часа. 8 из них я сплю, допустим, мы откинули это время, и остается 16. Больше половины из этого времени я провожу онлайн. И ВКонтакте, откройте медиаскоп, это лидер по таймспенту в России. То есть количество времени, сколько люди проводят на нашей платформе. Мы опережаем многие платформы, взятые вместе. Вот это вопрос. Мне кажется, что уже сейчас можно сказать, что нашим клиентом является цифровой аватар в каком-то смысле. И я думаю, дальше это будет только развиваться, учитывая развитие технологий дополненной реальности, технологий виртуальной реальности и так далее. Я буду верить, что нашим клиентом останется человек. Я считаю, что финансовые решения, хоть и с помощью советников, будет принимать он. Я могу еще не сказать. Опять же, если мы представляем, что обслуживание клиента как некий информационный поток между системой, как банк и клиентом, то давайте просто представим, какой информационный поток происходит между системами. Просто любыми. То мы уже, можно сказать, что мир и вся коммуникация, и все сервисы уже давным-давно автоматизированы. И человек просто маленький-маленький часть вот этого самого процесса. Просто он видный, заметный и так далее. Поэтому я думаю, что люди будут жить бедно, долго. Нет, будут жить бедно и долго, но абсолютно не будут переживать ни за каких сервисов, потому что, скорее всего, все оставлено было делать машиной. Знаете, я не хочу звучать скучным, но все-таки я думаю, что, уверен, какие-то вещи будут постоянно автоматизироваться, все будет становиться более удобным. Но вот я вот помню, когда я только начинал свою карьеру как раз в банках, лет больше 20 лет назад, я слышал, что, не знаю, потребка ритования умрет. И вот прошло 10 лет, прошло 20 лет, и через 10 лет, и через 20 лет оно тоже как-то будет существовать, просто как-то будет революционировать. Ровно так же сейчас с отделениями банков. Вроде они никому не были нужны, а теперь они снова всем нужны. Они просто как-то себя эволюционируют. И все-таки я считаю, что вот это живое общение, вот эта эмоция, которую можно получить при общении, а как раз поведение, оно иррациональное, оно как раз-таки и строится, вот потребление строится на эмоции. И все-таки мне кажется, лучше, чем человеческая эмоция, никакой аватар не передаст. Я говорю, да, классные эмоции, которые можно получить, стоя в очереди в отделение, чтобы там к операционисту, классные эмоции. Да, вы, наверное, имеете в виду первый и второй банк. Даже дальше, и третий тоже. Благодарю вас всех за участие в дискуссии и в интерактиве. У нас сегодня собралась самая умная и профессиональная аудитория. Я призываю вас продолжить обсуждение, например, на страницах газеты «Ведомости», спикерам активно давать комментарии, читателям активно комментировать их комментарии. И до встречи. Спасибо. Спасибо большое.